Сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с иностранными коллегами провели анализ цитокинового профиля сыворотки крови больных хантавирусной инфекцией на разных стадиях заболевания. Хантавирусная инфекция представляет собой острое заболевание, клинически проявляющееся в двух формах. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, известная как мышинная лихорадка, вызванная хантавирусами Старого Света, и хантавирусный легочный синдром, вызванный хантавирусами Нового Света. Как ученым удалось провести анализ цитокинового профиля, что это такое и чем вызван так называемый цитокиновый шторм, нам помог разобраться специалист в области регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Резванов. Клетки общаются друг с другом с помощью специальных белков, молекул. Это цитокины, химокины, интерлекины. Сравнивая вот этот цитокиновый профиль, мы можем сказать, как иммунная система реагирует на патоген и разработать новые диагностические методы, которые бы предсказали, заболевание будет развиваться по легкому или тяжелому сценарию. Несмотря на то, что на сегодняшний день пока не сформировано ни единого мнения ученых по поводу механизмов возникновения и течения хантавирусной инфекции, одним из распространенных предположений ее развития является так называемый цитокиновый шторм. Полученные результаты позволяют предположить, что несмотря на множество характерных особенностей хантавирусных инфекций, существуют различные цитокиновые маркеры, позволяющие дифференцировать всевозможные типы заболевания. В нашей лаборатории мы как раз исследуем пути, по которым иммунная система активируется и работает при том или ином заболевании. Ну, например, при инфекционных заболеваниях. И в отличие от многих других лабораторий мы не исследуем единичные цитокины. Предполагается, что исследовательские данные откроют новые возможности фундаментальных исследований, позволят лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и послужат основой для создания новых лекарств. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Неверниус. Редактор субтитров А.Семкин